Я когда слышу Юру, я вспоминаю один номер свой, который Юре очень нравится. Но мне он тоже очень нравится. Вот в современном мире, мне кажется, сказки уже давно заменил Голливуд. Потому что он всем рассказывает сказки в виде блокбастеров. Я очень люблю фильмы. Обожаю, обожаю. Боевики очень люблю. Но больше всего я, конечно, люблю фильмы ужасов. Обожаю фильмы ужасов. Вы знаете, из детства как-то я всегда думал, что это очень вредно, фильмы ужасов смотреть. Ну, потому что там постоянно... Ну, постоянно кого-то рвут на чай. И ты вроде нервничаешь так. Знаете, я когда что-то пью, чай сижу на диване, смотрю фильмы ужасов. В самый момент, знаете, так, только чашку к рту поднесешь, а там когда-то... И все, это же на тебя. Чай, но обожаю. И тут, вы знаете, проконсультировался с врачами. Они говорят, это полезно. Я говорю, как полезно? Ты же нервничаешь, психуешь, то есть все это выливается. Не-не-не, полезно. То есть как бы ты нервничаешь, ты смотришь сквозь пальцы, там кого-то... А сам внутри себя глубоко где-то отдыхаешь, потому что знаешь, что не тебя рвут на части, не тебя сейчас пилят. У тебя все хорошо, понимаете? Все познается в сравнении. Ну, конечно, можно использовать фильмы ужасов именно как профилактику нервной системы. Только смотрите американские фильмы, потому что наши, российские, конечно, они еще не дотягивают. Там страшно только во время титров. А потом, когда видишь Бошарова не на коньках, а с клыками, которые за ротню кровь пьют, все, сразу смешно становится. А американцы, они, ну, толковые. То ли потому, что мы этих артистов не так хорошо знаем, не знаю, но там действительно страшно. Особенно мне нравится, знаете, роль первой жертвы. Бежит какая-нибудь американка по лесу, знаете, так, по земкой клубице, туманчик какой-то, бежит... Ну, а за ней зомби. Зомби, вурдалак, там, восставший из могилы мертвых. Конечности теряет, слизь капает. А она от него бежит. Здоровая баба не может убежать от трупа. Вот что странно, понимаете? Здоровая баба бежит. Ну, что ты? Ну, беги дальше. Чего? Нет. Он еле идет, 200 лет в земле пройдет. А она, о май гад, хелл, миха, да! Орет так, что ее хочется прикончить до того, как он ее догонит, понимаете? И обязательно спотыкается. Обязательно спотыкается. У них у всех что-то с ногами, понимаете? У американцев что-то одноразовые ноги, понимаете? Она бежит, о май гад, хелл, миха, да! И если упала, все, дальше ползет. Чего? Наша бы женщина. Ну, упала. И че? Ну, встала бы. Да она бы отряхнулась, да развернулась, да как бы побежала навстречу, как дала бы по этому трупешнику. Там бы еще отвалилось то, что висело. А то бы и присмотрелась к мужику. Может, мужик хороший, знаете? У нас, знаете, мужиками не кидаются. Может, если его от очисток очистить во всех этих отступах, помыть, посадить, он и за мужа сойдет. Знаете, одиноким женщинам так тяжело. А так представила подруга, это мой муж, он сидит там у телевизора. Другой, хочешь поесть? А что ему? Мясо сырое кинуло, и все. Никаких отличий. Бывает так, что жертву застали дома. Тоже такие фильмы бывают. Он моет посуду, допустим. Знаете, я, кстати, после всех этих фильмов ужасов перестал по дому ходить с наушниками, знаете? Ну, музыку слушать. Страшно же. Вот так один дома, заткнешь этими бананами уши, ничего же не слышишь. Он, желтые тюльпаны, красные тюльпаны. А сзади, гра-а-а-а. А ты и не в курсе. Так умрешь с королевой в ушах, а ну надо. Я всегда один наушник вытаскиваю, правда? Ну, мало ли, что случится. И ты в курсе, все, умрешь с чистым сердцем. Ну, допустим, она без наушников, ну, просто посуду моет. First I was afraid. I was petrified by anything. So I spent some money. Друг из погреба откуда-то. Oh, my God. Who is it? И идет туда. Вот это меня всегда добивает. Че ты туда идешь? Ну, че там может быть хорошего? Ты же слышишь? Гра-а-а-а. Ну, позови соседей. Их хотя бы первыми съедят. Нет, сама трясется и идет. Гра-а-а. What is it? What is it? Еще спрашивает, не муж ли это? Honey, it's you? Чем ты его кормишь, у него такая отрыжка? Спускается в погреб. Там обязательно перегорает свет. Во всей Америке в подвалах перегорает свет во всех фильмах. Пш-пш-пш. И она в полной темноте чувствует в дальнем углу что-то шебуршится, скалится и воняет. И она туда рукой. What is it? Who is it? Чтобы ее откусили по самой неболусе. А бывает так, первым порубали мужа. Он кричит, help me, darling. Она прибегает, а че уже help? Руки оторвали, ноги оторвали, кровище клещет налево, кровище клещет направо. А она к нему с этим американским вопросом, are you okay? Конечно, окей, че не видишь? Мужик-то какой компактный стал. Батюшки. В любую поездку взяла и все. В чемодан положила и билет покупать не надо. А еще на заре перестройки как это все озвучилось. Дорогая, ты не могла бы посмотреть, что у меня случилось с ногами, какая-то фигурка. Дорогой, ты понимаешь, я не знаю, что у тебя с ногами, но у тебя обоих. В кровище, я даже не знаю, когда я теперь собираюсь делать ремонт. Да, да, наплевать мне на твой ремонт. Ты не видишь, что я без ног, вообще без рук, без всего, как я на работу пойду, я не знаю. Ну, а что я могу поделать? Ты умираешь. Ну, хотя бы найди мои ноги. Для чего? Ну, чтобы похоронить меня. Ну, хорошо, я тебя похороню, но ноги найду. А где твои ноги? Ну, я не знаю, где мои ноги. Пойди за шкафом. Я посмотрю за шкафом, но тут какие-то не твои ноги. Почему ты думаешь, что это не мои ноги? Ну, потому что они женские. Почему ты думаешь, что они женские? Ну, а не в колготках. Да, мне доплевать, в колготках они или нет. Тащи любые ноги, какие есть. Ну, сейчас я притащу. Ну, а что с ногами делать, если у тебя тут в животе космические яйца какие-то? Я лучше развернусь. Та бойца в этом доме. Во! 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 Продолжение следует...